Микс Ньюс Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Мы продолжаем, директор компании Евролет Марк Ивановский у нас в студии Поговорим мы сегодня об освещении О Евролетлампах Правильно бы их называть Вообще большой вопрос Лайдлампы 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 как-то покороче Обо всем об этом мы поговорим Ворвались они в нашу жизнь Жили мы с обычными лампочками Потом что-то изменилось Революция произошла И все перешли на эти лампы И уже наверное не знают Есть обычные вообще? Они по запретам Остатки продают Чем отличаются? Почему это лучше? Почему надо было старое запретить А новое в нашу жизнь и прижилось? Ну как бы идет прогресс вперед Если бы мы относились к старому То мы бы на повозках ездили Вы же тоже находитесь Рядом с бывшими царскими конюшнями Да Есть такое дело Да Обычно лампочки Они как получается? Проходит ток И он идет через нить накаливания Вольфрамовую нить И в основном все электричество То что выдает Уходит в тепло Ну соответственно вы видите Например на нашем городе На нашей стране То что у нас постоянно тепло Становится теплее 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 Аномальная жара У меня кажется Знаете лампочки тоже на это повлияли Частично мы повлияли Вот А ледовская лампочка Она практически не дает тепло Она все где-то 98-97% Проводит в электричество То бишь в свет Получается Лед Проходит электричество Выдается свет И он дальше уходит То есть вот если у меня например Настольная лампа нагревается Я чувствую жар на руках То ледовская не будет нагреваться Значит что-то не так Значит мне нужен лед А это и обычные лампочки тоже Которые мы вкручиваем Правильно Это же не значит профессиональное Что надо кого-то вызывать Кто-то должен приезжать Все это дело там проводить Вот эти вот все моменты То бишь Тут колесо придумывать не надо Колесо уже придумано Лед Сейчас идут вот эти лампы Светильники Все как Ну например Вот есть обычная лампочка С большим цоколем С цоколем Ильича Таким Обычным стандартным Есть ледовские лампочки Есть маленьким цоколем Как свечка Есть такие ледовские лампочки Просто ну Все же придумано С ушками там Каких только нету Все то же самое То есть меняется сам принцип Просто Совершенно верно Да Вы можете светильник поменять Но смысла нету Потому что для домашних условий Знаете Легче взять эту лампочку Пойти Пойти в магазин И просто выбрать Например Посмотреть какая у тебя запомнила И поменять Ну в любой То бишь Нет такой вес Раньше Знаете Раньше лет Наверное 5-6 назад Может 7 Были специальные магазины Типа наших Знаете Которые только Их там по городу было Знаете Можно на пальцах пересчитать То есть сейчас Эти магазины Больше и больше Как грибы Везде растут И соответственно Можно в любой масс-маркет Зайти Как Реми Максима И приобрести лампочку Это без проблем А есть ли какие-то мифы Относительно цен Что эти лампочки Стоят дороже Чем Обычные классницы Я сейчас скажу так Что Цены настолько Уже упали вниз Что они примерно стоят Так же как обычные лампочки Ну конечно Это зависит от Наверное От производителя Если мировые бренды Они чуть дороже То Сын Вань Какие-то бренды Сан Чун Такие вот Да-да-да Они стоят На порядок дешевле А Служат они Насколько дольше И меньше Ну Это опять же Знаете Зависит от производителя Да Если Брендовые лампочки Такие как Филипс Или Осром Например Джерн Электрик У них есть например Как вам сказать Задача или лист По которому можно посмотреть Эту лампочку Да Например Вот Она будет служить Не знаю Десять тысяч часов Или пятнадцать тысяч Да Или там Тридцать тысяч часов Всякие есть Лампочки Ну это я не знаю Там Ну Пять-шесть лет Понятно Есть лампочки Которые сделаны Очень похабно Очень плохого качества Использованы Очень дешевые Элементы Всякие Из чего Это лампочки Светильник собран Ну и соответственно Она низкого качества И будет либо Перегорать лампы Либо сам чип Перегреваться Знаете Охлаждения не будет хватать Ну я человек Что потребитель Например Я эндовый Говорю как я Например Вот захожу В магазин Смотрю лампочка Ну я же не знаю Какая она по качеству Если есть какой-то человек Который может Рассказать Показать Какую лучше брать Какую выбрать Да Конечно я его спрошу Но если его нету То я беру Ну лампочка Лампочка Беру какая дешевле Вот этот вот рынок Насколько люди Привыкли к этому И сели сейчас С этим пользуются На самом деле Если говорить Десять лет назад Например Девять Были очень сырые лэды И люди не знали Что это такое Особенно знаете Особенно старое поколение Там бабушки И они не понимают Что это такое До сих пор Я помню когда Приезжал в какое-то Большое предприятие Там джангары Всякие знаете И член управления Я понравился И он продал Он говорит Марк все хорошо Но у нас есть Главный энергетик Иван Семенович Степко Предположим Он еще мне кажется Царя видел И он не понимает Что такое лэды Я ему и так рассказываю И на техническом языке Рассказываю Он говорит Слушай Не понимаю Откуда Где экономия Потому что Большие предприятия Где у них много света Лэды это Это очень интересно Актуально Потому что они экономят Бешеное количество денег Об этом чуть позже расскажу И вот он не понимает Что это такое Что это вообще за лэды такие Ну и соответственно Понятно Что это тяжело идет Вот идет идет А сейчас конечно До сих пор еще мало Кто понимает Что это такое И почему это И по старинке Берут простые лампочки Потому что вы наверное Заметили Что в магазинах Не только лэды продаются Но и обычные какие-то Лежат Они уже лежат Знаете Как в свое время Когда вот телефоны Мобильные были Были вот чехлы Вот лежали Вот эстетично По одному По два Потом вот с копом Все вот эти вот Распродажи Так же эти галогеновы Они заказывают И заказывают Казалось бы А вот Ну понятно Что если мы говорим О простых покупателях Они приходят в магазин Та же как Не знаю С продуктами С порошками Стиранами Не знаю Они смотрят по ценам Что там дешевле То берут Вот Тем не менее Прогресс идет вперед Та же Можно ли ожидать Что и лэдовские лампочки Со временем Станут дешевле Я думаю Как бы они уже В каком-то мере Доступны Да Потому что если брать Для примера Галоеновую лампочку Она там будет стоить Евро полтора И лэдовская Тоже будет стоить Евро полтора Да Там уже разница Там разницы практически нет Главное вот Именно выбрать Правильную Знаете Чтобы она не перегорала Потому что Очень много Да По поводу долговечности Да Очень много бывает Но говорю Человек не знает Поэтому мне кажется Вот мы до сих пор Еще держимся Хотя несмотря что Есть такие У нас есть магазины свои То бишь у нас нет Только что один магазин Мы проектники Вот как То есть не только В торговых сетях Да Нет У нас есть свои магазины Один вот В Бардакове Около американского посольства На Канадском 148 А другой В Плямниках Около южного моста На Каталакан 13 Мы на этом держимся Потому что у нас Правильный персонал И он может рассказать Вот вы придете Вот Свои желания Например Вот у меня такая квартира Я хочу так Например Лимон делаю Что посоветуете И вам будут рассказывать Почему Какие у вас пожелания Свет теплый Холодный Для чего Сколько дома Как часто бываете Например И вот всякие нюансы Такие Мы грубо говоря Высложиваем И подбираем что-то Насколько люди Этим интересуются Потому что казалось бы Там ну Делаем ремонт Ставим лампу Как обычно В середине комнаты Вкрутили Что там сильно На это время Деньги Свою энергию тратить А я скажу Что сейчас люстры Как вот мы помним Знаете Такие Как в детстве были Такие вот рожковые Да Они сейчас наоборот Стали более популярные Они более популярные Да Да Именно винтаж Такой ремонт Такие делают Понятно Что если говорить О серийном жилье Это вот Там 119 серия Что вторая Да То сейчас В основном популярны Такие светильники Плоские Плоские Всякие Декоративные Красивые Ледовые На пульте Многие Кстати Подумный дом Уже постраиваются И часто На эти светильники Более демократичные Цены Нежели Вот на тот же самый Хрусталь Как мы привыкли Там чешский Хрусталь Какой-то Богемский Да Богемские там Люстры По 900 По 1000 евро Не каждый Себе может позволить Ну и куда Знаете Это когда раньше Помню эти рожковые Были Идешь там по комнате Головой там Стукаешь Если высокий Да Это немного не то Но сейчас Вообще Думают о том Что может быть Освещение Вообще по другому Сделано По углам Комнат Россия Это делают Конечно Это либо делает Дизайнер Либо делаем Мы возможно Эти делаем проекты Можем рассчитать Например Человек говорит Вот хочу Столько света Было Тут буду готовить Буду отдыхать Мы это тоже Все рассчитываем Это можно все Подобрать Просто главное Чтобы человек Сам знал что хотел Чтобы смог донести Вот хочу вот это Вот ребят делайте И соответственно Будем делать Ну вот есть ли Относительно этого Тоже какое-то Предубеждение Что это очень дорого Да Это засело Действительно В голове У многих людей Вот Леды до сих пор Дорого Знаете Если вот Машина Есть Как вам сказать Например Слой людей Вот у них до сих пор Все по старинке То что Как прогресс идет Там Темпами Бешенными Вперед И вот они Леды Например Это как Многие думают Что до сих пор Еще 2000 год Хотя уже там Два лет прошло Из серии И вот это вот Да Тянется Они думают Что дорого И ненадежно И перегорает Потому что Я 15 лет назад Покупал Или там Недавно ремонт делал Ставил И говорю А недавно Это сколько Ну в 2005 году Так уже 15 лет Прошло практически Я такой старый Действительно И вот Вот это вот Обыденность То что мы постоянно У нас день проходит Мы просыпаемся Работа Просыпаемся Работа Дети Отдых Там какой-то В этой Суботоке Просто забываем Немножко И уже По течению Плывем И думаем Что Действительно Это все дорого Все Я еще молодой Травка зеленая И все это И мороженое вкусное Если обычно нет То есть Это недорого Прийти к вам На консультацию Например Это бесплатно Это бесплатно Конечно Можно прийти Да-да-да Этим мы и славимся Что все Бесплатно Расскажете Что как Зачем Мы подходим К клиенту Мы ориентированы На клиента Полностью Вообще Какое освещение Нужно Вот что вы можете Сказать Про классические Квартиры Вот вы сами Там сказали Обычные Серийные дома Это классика Или Сейчас уже Это знаете Это зависит Например От Мне кажется Человек Что вкуснее Апельсин Или яблоко Мне нравится Там апельсин Кому-то Яблоко И знаете Кто-то придет Скажет Ты смотришь Ты в этом работаешь Ты занимаешься этим Туши свет Зачем такое делают А им нравится Ну почему нет То есть правил Таких Нет Ну конечно Если делать Там по книжке Знаете Там например Повышенная зона Опасности Это кухня Потому что Там пар Влага Это туалет Потому что Там пар Влага Определенной степени Защиты Должны быть На светильниках Они должны Правильно расположены Быть И там Много-много-много Всего Но как практика Показывает Люди покупают Либо то что дешевле Либо опять же По книге Как правильно Кто-то ему рассказал Либо у него есть Свой электрик Он знает как делать Доверяет Да Ну вот так Ну конечно Это знаете Квартира Да это есть Какая-то экономия Потому что В основном Она знаете Что Если там живешь Один или молодой Один-два человека Ты приходишь В основном Ты большее время Проводишь Вне этой квартиры Вот те экономии На этих ледах Она минимальная Понятно Что в основном Это стиральная машина Это плита Если она электрическая Это Плита Там какая-то Микроволновка Ну вот Она больше всего Жрет Ну там Телевизор Компьютер Если говорить Это о квартире О быте Если говорить О больших промышленных То это более чем выгодно Например Мы работали Селкором Мы работаем Бета-магазина Они не такие большие Например Как Ремей Или Максима Но их 49 штук И мы их все сделали По всей Атрии Они по всей Атрии Кроли регионов В регионах сделали Майнас аптека Это центр фарма Она в десятки В десятки Самых больших Компаний в Латвии То бишь там 200 200 Уже мне кажется 269 аптек 270 аптек Но вы для них Только сами лампочки Вот физически Как инструмент Привозите Или продумываете Все освещение Как правильно Это сделать Как Это я вам скажу так По задаче Например Если они делают Полный ремонт Они говорят Слушай Марк Вот надо сделать Надо сделать красиво Потому что мы сейчас Делаем там Вот по дизайнерски Они подходят Вот все равно Какая-то борьба Аптека идет И литовских аптек И наш И они говорят Слушай Надо какая-то красивая Надо выделяться Понятно Мы делаем А если идет замена То меняем Меняем Это безумная экономия Например Ну как Где-то в раз 10 Для больших предприятий Для больших Да Потому что у них Они работают Во-первых В торговых центрах Во многих Знаете И аптеки Круглосуточно Многие работают Вы представьте Экономия Там Ну 100% Предположим Если светильник потреблял Для примера Там 85 ватт Мы заменяем на 40 Это 45 ватт С каждого экономия в час Это видимо К медицинским учреждениям Которые Особенно те Которые работают долго Там тоже экономия Совершенно верно Это большие больницы Мы делали Вторую больницу Городскую делали И много других заведений Понятно Что Очень важно Правильно подобрать светильники Потому что И лампочки Потому что Поставить для дома Там где срок службы Там например 15-20 часов Это одно А для Таллинка Например Где На палубах У них не выключается свет вообще То бишь Они вот так Да Семь на 24 на 7 Круглый год Не выключается Им это очень важно И поэтому Если не предположим Там на наших паромах Там по 2-3 электрика Чисто Которой занимается электрикой Вы представьте Перегорело Ему надо там Не какие-то дела Серьезные делать Ему надо идти менять Ему надо идти менять А если не поменял Гости заходят на паром Смотрят Ну как-то Несерьезно И ну Свет на самом деле Много что значит Знаете Свет солнца Ростки Все это тянется Выше Выше Просто всегда есть Поэтому мне кажется Мы так внимания Не задумываясь об этом Да Вы представьте Вот не было бы Пропал бы свет Есть еще такой вот Специфический свет Ну я так понимаю Многие для безопасности делают Что на движение он реагирует Это к LED тоже относится Или это другие типы Свет на движение Это наверное Ну ты заходишь в подъезд То есть Человек идет Тогда он включается Ты проходишь Он выключается Там не знаю При въезде во двор Стоянки Да Это тоже могут быть LED Это просто специальные приспособления Конечно Это специальные приспособления Да Но все равно Свесит LED Я хотел спросить LED свете Да Можно поставить Даже уже дальше Дальше пошло Даже не обязательно Особо какие там светильники Знаете вот поставили Там где Настраивать его Простые лампочки Даже которые реагируют На движение Представьте Без каких светильников Без каких особых Там просто Лампочку включили В лампочке уже есть сенсор И кстати Это выпускает немецкий бренд Остром И стоят они более доступных денег Нежели какие-то нам другие Вкрутили Кто его не знает Да Ну Конечно Есть еще Филипс Он более знаменитый Не жилоса Я сейчас вспоминаю Просто полку В этих же масс-маркетах А там да Остром и Филипс Да В основном Просто вкрутили Зашли Зажглась Есть такая же Которая реагирует на свет Вы представьте У вас там частный дом Предположим Там дача Есть маленькие столбики Вот тогда Вкручивают просто лампочки Ничего не надо больше Темно стало Она загорелась Светло она не горит Экономия Да Даже экономная Должна быть экономика Вы сказали Что с дизайнерами Тоже работаете Насколько тяжело Или легко с ними Ведь у них тоже Свои мысли Свои какие-то фантазии Конечно Это особые Люди Пера Искусство Вот Есть Как сказать Есть конечно Как и все люди Они все разные Иногда там Наговорить Знаете Как видит заказчик Как видит дизайнер И как видит Там не знаю Исполнитель например Это все разное Но мы как-то Стараемся дружить Ну Самый безумный Какой-то проект На который вы сначала Думали что нет Это невозможно Это просто Нереально сделать И в результате У вас что-то Фантастическое получилось Таких много наверное Ну вы самые яркие Может быть Расскажите Что вот Вы прям Гордость Самый яркий Что бы вы на обложку Журнала Если бы вам сказали Выберите один проект Что бы Знаете Их было на самом деле За эти 10 лет Настолько много Да И Ну например Не знаю Может быть ВФ Домкультуры Да Это Освещение Да Но делали не все Делали особо внутреннее Почему Там была такая задача Там была Вот эти вот Советские старые лампы Со временем Царя Гороха Мне кажется И там была задача Сделать светильники Особого размера Таких светильников Нету в природе То бишь Там Особые Особые размеры И мы их сделали Мы сделали Очень большие проблемы Были То бишь Там Боролись Это так Это не так Это Тестовый режим То бишь Таких светильников Вообще не было Мы их вот Взяли и придумали Как вот Построились под клиента Да Там заработка особого Не было Потому что это вэф Это вот Надо было это сделать Вот Репутационный момент Вот Ну Получилось Как получилось Вот теперь каждый раз Когда заходите На культуру Обратите Обязательно Обратите внимание Вот что касается Декоративное освещение Это наверное Отдельное Такое вот Направление В чем там Особенности Вот вы как профессионал Что можете сказать Декор В смысле декор Это уличный внутренний Ну я имею ввиду Фасады даже Ведь это Целое произведение Есть такое Посмотришь Как это все горит Как это все освещается Ну это больше Мне кажется Знаете Это больше Качество Должно быть Качество на светильнике В вашем случае Как в вашем фасаде Например Который мы делали Там 4 года назад И вы представьте Если подобрали Некачественный Какой-то Светильник Или внутренность Залило водой Или там перегорело Это вызывает человека Он берет Перекрывает движение Ставит пеканистку Поднимается на 4 этаж Из-за того Что перегорел Какой-то светильник один Это безумно Энергозатратно Понимаете Поэтому Если делать какой-то декор Я советую делать Это качественный Какой-то продукт Продумывая Да Это не такого Что Типа вот Продается Зашел в максимум Поставлю Домой можно поставить Почему? Потому что Это просто подойти Потом рукой снял Если делать какие-то проекты Я бы советовал Ну Задуматься Обратиться к профессионалам Зрение Тоже такой очень момент Многие теряли зрение Из-за плохого освещения Это тоже Такой Мне кажется Классика для людей Насколько Евро Лет-лампы Они Ну Есть какое-то Что вот они Не влияют Никак на зрение Будете им пользоваться Точно Зрение не потерять Потому что они не тусклые И так далее Ну света мало не бывает И мне знаете Чем больше Вот например Человек приходит И говорит Вот мне вот так Света надо Знаете Вот сделай проект Чтоб вот мне хватало Например Потому что есть определенные Нормативы Потому что делали Последние Да-да-да Есть нормативы света В офисе Медицинских учреждениях Например И есть службы В ЛАНДе Есть службы Которые это контролируют Например Они могут прийти Замерить Если не соответствует Они могут Ну Сделать выговор И сказать Ребята Решайте проблему Да Потому что Ну за этим надо следить Потому что работают Опять же люди Но Если будет плохой Да-да-да По технике безопасности Сейчас грубо говоря Взялись За это все За все предприятия И по технике безопасности Если не дотягиваешь То первый раз предприезжаю Второй Потом можно там Шрафные санкции бешеные Закрывать Поэтому Если какие-то Не наши компании Приходят Грубо говоря С других стран Они за техникой безопасности Очень сильно следят Потому что сейчас Делал на ВЭФе Там где земельная книга В этом же здании Четвертый Пятый этаж Пришла какая-то Большая компания Там 300 человек По-моему работает Мы это офисное здание Делали С соблюдением Всех техник И норм безопасности Потому что Очень важно Их Это очень волновало Мы делали Симуляцию Как это будет свет светить Чтобы было не меньше Больше Бук с ним Главное чтобы не меньше Это все было Потому что это очень важно А у вас уже есть Свои какие-то специалисты Вы знаете Что с этими Электриками Можно работать Им можно доверять С этими Там вот Мастерами Или инструкторами По технике безопасности Можно работать Им тоже Можно доверять Какие-то консультации Это сейчас Большой бич для Латвии Потому что у нас Специалистов становится меньше Становится меньше И хороших электров Ну практически не найти Да Но у нас есть Пару компаний С кем мы сотрудничаем У которых есть Все сертификаты Чтобы знаете Вдруг у кого-то На голову там что-то упало А кто сделал Не знаю Там какой-то Вася, Петя Нет-нет-нет У всех должны быть сертификаты Соответственно На какой высоте работать С каким напряжением То есть вы стараетесь Только Поддерживать свое имя Конечно Потому что в данном случае Смотрите Никакая компания Например Как Ханса Майзенса Делали Ханса Майзенса Хребушек все кушают И понятно Что электрики отдельно Мне интересно делать так Чтобы электрики шли отдельно Мы со светильниками Шли отдельно Ну грубо говоря Делали трехсторонний договор Но никому это не интересно Все хотят просто заказать Все хотят сделать Один договор И потом грубо говоря Дергать одного Если что-то перегорело Или что-то там надо снять Да Вот Ну и соответственно Потому что если мы выберем Плохих партнеров По подключению Мы сами потом На это мы попадем Ну стараемся Как бы работать С постоянными И с теми С теми Кто знает что делает Нам пора на сегодня Заканчивать Директор компании Евролет Марк Ивановский Был у нас в студии Спасибо вам большое Спасибо вам Надеемся что прояснили Для вас какие-то моменты